Срочная новость только что пришла из Женевы. Сегодня, 8 мая в Женеве, на заседании сторон Роттердамской конвенции, азбестовские представители Международного альянса профсоюзных организаций Хризатил провели санкционированный митинг в поддержку нашего минерала. Напомню, в эти дни рассматривается вопрос о включении горного льна в третий запретительный список. Судьбу Хризатила и всего нашего города могут решать уже сегодня. О том, как проходил митинг, смотрите в нашем материале. Азбестовские представители Международного альянса профсоюзных организаций Хризатил при поддержке своих коллег из других стран провели в Женеве митинг в защиту хризатилового азбеста. Напомним, что 8 мая на заседании сторон Роттердамской конвенции минерал могут внести в запретительный список. Проведение пикета в поддержку ненавистного для ряда стран Европы минерала на территории ЕС разрешили впервые. Как отметил советник Международного альянса Хризатил Дмитрий Селянин, представители мировой хризатиловой отрасли собрались сегодня, чтобы высказать свое решительное «нет» запрету Хризатила. Мы собрались здесь, у Дворца наций, представители разных стран, профсоюзы, и мы говорим свое решительное «нет», «нет» запрету Хризатила. Мы сохраним наши рабочие места, мы сохраним благосостояние нашего города. Мы за Хризатил. Мы решительно понимаем, что Хризатил может использоваться при контролируемых условиях, и мы доказываем здесь это в Европе. Защитники минерала вышли на пикет с растяжками и флагами, скандировали лозунги и кричалки. «Нет запрету Хризатила», международные организаторы трудящихся против запрета минерала, руки прочь от Хризатила. Хризатил навсегда. Патриотически настроенные участники пикета решили напомнить всем противникам Хризатила о предстоящем 9 мая Дне Великой Победы и спели песню Победы «Катюша». Хризатил навсегда. Важно также отметить, что накануне заседания Роттердамской конвенции состоялось важнейшее обсуждение по вопросу исключения процедуры консенсуса для принятия решения при голосовании за включение минерала в запретительный список. Большинство стран выступили за сохранение данной процедуры. Эта маленькая победа дает надежду, что минерал в 2019 году имеет шансы сохраниться в списке незапрещенных. Особенно важно, что такой процесс голосования поддержала Россия, США, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Испания, Бразилия и ряд других государств. Напомним, Роттердамская конвенция была разработана и принята в 1998 году. В настоящее время ее участниками являются более 160 государств. Россия присоединилась к конвенции 8 марта 2011 года. Конвенция предусматривает совместную ответственность за международную торговлю опасными химическими веществами, в том числе пестицидами и промышленными химическими веществами. Перечень таких веществ устанавливается в приложениях конвенции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова